Борис Белозёров В Казани и встретился с учениками 33-й школы. Музыкальные предпочтения, любимые книги, фильмы, соцсети. Учеников интересовало буквально всё, связанное с гостем. Как правило, задают внезапный вопрос, на который интересно подумать над ответом. И это здорово, потому что любой вопрос – это на самом деле очень богатый ключ к новым мыслям. Вот я о многом задумался, а много и узнал о том, как думают. Мне на самом деле очень странно так говорить, потому что я вроде как сам недавно был современным подростком, а вот теперь уже нет, и теперь я узнаю, как думают современные подростки, потому что я уже вроде как взрослый. Китай! Правильно, какому кукушку бастику... А петуху! Правильно, какой забор посвящен... Забор поискому богаматери! Правильно, как... Бегать! Один из важных вопросов касался участия в телепередаче «Самый умный». Тогда ученику шестого класса удалось не только показать свои интеллектуальные способности, но и установить рекорд – 40 очков за два раунда. 40 баллов у Бориса Белозёрова! Такого никогда не было, друзья! Но, простите меня, на фоне изменяющегося информационного мира, меняющихся людей и клонирования в том числе тоже, зачем нам клонировать людей, когда у нас есть такие экземпляры? Борис Белозёров решил сам играть. Я хвалю вас за смелость. А это отрывок из другой телевизионной игры. Уже повзрослевший Борис в роли капитана команды «Что, где, когда». Несмотря на молодой возраст, он не боится ответственности. Уверенно ведёт свою команду к победе. С вами не вывозил. Вы выиграли. 3-5! Счёт становится 6-5 в пользу знатоков! Возраст не мешает, потому что развитие не очень зависит от возраста, но зависит от пережитых впечатлений, и от прочитанных книг, и от людей, с которыми ты общался. Поэтому я стараюсь, наоборот, в этом смысле всегда взрослеть. А что же касается непосредственно того момента, ну, это было наитие. Ну, это такое вот... Интуитивно показалось, что это будет правильным решением. И на самом деле интуиция — это то, что очень хорошо помогает и капитану в игре, и человеку по жизни. Так что просто интуиция сработала в нужный момент. Повезло, что всё так сложилось, но без везения тоже великих вещей не бывает. В прошлом году Борис Белозёров был признан лучшим игроком клуба «Что, где, когда». И стал обладателем «Хрустального атома» и «Хрустальные совы». Сейчас он продолжает учёбу в МГИМО и в свободное время участвует в интеллектуальных играх. Его новое увлечение — придумывание интересных вопросов. Поэтому проведение игры в стенах 33-й школы он взял на себя. Субтитры создавал DimaTorzok